И снова доброе утро! Весна, пора любви, солнца и улыбок. Но не все так радужно. Есть то, что угрожает каждому из нас. Это авитаминоз. А вот как с ним правильно бороться и в конце концов и вовсе его избежать, нам расскажет сегодняшняя наша гостья. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры факультетской педиатрии и медицинской генетики Днепропетровской медицинской академии, врач высшей категории Елена Александровна Агафонова. Доброе утро! Для начала хотелось бы вас поздравить с наступлением весны. С наступающим, наверное, нельзя. Ну, если мы не увидимся, давайте просто поздравим вас с весной. Спасибо. Это же день рождения, наверное, можно заранее. Да, скажите... Тогда поздравим. Да, и для начала хотелось бы узнать, какие признаки авитаминоза и как с ним бороться. Ну, нужно сказать, что, к счастью, авитаминоза у нас это очень большая редкость. Часто у нас встречаются гиповитаминозы, да, потому что гиповитаминоз – это снижение количества витаминов в организме, а авитаминоз – это полное отсутствие. Авитаминоз мы помним из истории по таким заболеваниям, как цинга, когда погибали моряки Магеллана, или он назывался на еще скорбут. К счастью, таких случаев сейчас нет, а вот гиповитаминоз, особенно весенний гиповитаминоз, присутствует и у всех, и у детей, и у взрослых. Какие его проявления? Самое первое проявление – это всегда сонливость, раздражительность или, наоборот, апатия. Это могут быть нарушения со стороны кожи. Вот весной мы все обращаем внимание на то, что кожа начинает шелушиться, скорее всего, это дефицит витамина В, или, наоборот, становится очень плотный – это дефицит витамина А. Вообще, имеется у нас 13 витаминов, поэтому, естественно, дефицит каждого имеет тоже какие-то свои особенности. Ну, вот для весны еще дефицит витамина А, я бы отметила, который давно известен, как еще куриная слепота, снижение зрения, а мы все за компьютером. Ну, это вообще плачево иногда. С нескольких сторон на нас разные факторы влияют. Ну, кто виноват, мы уже поняли. Что делать? Что делать? Ну, во-первых, витамины поступают к нам с пищей, поэтому питание должно быть, конечно, разнообразное. Это обязательно должны быть злаковые, которые содержат витамин В. Это обязательно должны быть цитрусовые, в которых витамин С. Это растительные жиры, витамины Д и А. Прошу прощения, животные, а растительные – это витамин Е. То есть питание должно быть разнообразным. Вот, кстати, здесь хочется сказать, что наше сейчас повальное увлечение диетами тоже приводит к тому, что вместе со стройностью мы приобретаем гиповитаминоз тоже. Но вот весной, весной...